Что потеряла Армения, отказавшись от европейской интеграции? Армения годами вела переговоры с Европой вокруг договора о соглашении об ассоциации с ЕС. Летом 2013 года переговоры закончились, и соглашение было готово для предварительного подписания. Основную часть соглашения об ассоциации составляли пункты, касающиеся торговли. В этой части соглашения, которая носила название «Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли», планировалось взаимное аннулирование пошлин на все товары и услуги между ЕС и Арменией, а также упрощение таможенных процедур. Согласно исследованию голландской организации ЭКОРИС, в результате ассоциации с ЕС ВВП Армении вырос бы на 2,3%, а доходы государственного бюджета на 146 миллионов долларов. Объем экспорта из Армении увеличился бы на 15%, а аннулирование пошлин на импорт европейских товаров в Армению привел бы к компенсации роста цен на потребительские товары на 1,2%. Согласно этому докладу, внутри Армении усилению рыночной конкуренции способствовало бы и увеличение зарплат на 2,7%. Также на рынке труда на 7% увеличилось бы число высококвалифицированных работников. Более того, аннулирование пошлин между Арменией и ЕС и общее улучшение экономической ситуации привело бы к уменьшению бедности как экстремальной, так и общей. Выгоды Армении от ассоциации с ЕС не ограничивались только вышеупомянутыми преимуществами. В августе 2013 года правительство Армении составило документ, на основании которого Европейский Союз должен был предоставить Армении 4,856,000,000 евро. Основные пункты этого документа были оговорены с европейскими чиновниками. Документ европейским донорам планировалось предоставить после подписания соглашения об ассоциации. Например, 556,000,000 евро из этого безвозмездного гранта предполагалось получить в 2014-2015 годах, а 4,3 миллиарда – с 2016 по 2025 год. В том числе предполагалось потратить 500,000,000 евро на перестройку жизненно важных автодорог Армении, а 650,000,000 – на постройку трассы Север-Юг. Около 1,8 миллиардов евро предназначалось для водных ресурсов и дренажных систем, 500 миллионов – для ирригационных систем, 340 миллионов евро на обновлению постройку плотин и около 460 миллионов евро на ремонт школ. Вместе с этим мы не теряли право на независимую торговую политику и были свободны в вопросе создания самостоятельных торговых отношений с другими странами. Однако, вместо подобных перспектив, за одну ночь 3 сентября 2013 года Армения сменила курс внешней политики и предпочла евразийскую интеграцию, которая де юре запрещает подписание Армении самостоятельных торговых соглашений с третьими странами.